Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире тема дня с Грекором Амирсаяном. Серые волки добились демонтажа мемориала геноцида в Кёльне. С 23 января по 12 апреля в Восточной Армении пройдут учебные сборы резервистов. Москва ведет работу по заключению мирного договора между Ереваном и Баку, начальником Гештаба Вооруженных сил России. Вопросы армян в Западной Армении. Докладчик ООН выразил Баку обеспокоенность по поводу уничтожения армянского наследия в Арцахе. Заявление Всеармянского союза Гарна Ширван Нахадживан в связи с фандализмом так называемых защитников культуры в Баку. Депутат Национального собрания Западной Армении Третьего созыва Григор Амирзаян в своем мегроблоге процитировал мысль Хикмета Гаджиева о том, что у Баку больше нет военной цели. Война для них окончена. Близкий помощник главы Баку Хикмет Гаджиев опроверг опасения, что Баку планирует силой оружия прорвать сухопутный коридор через территорию Армении к Нахадживану. Говоря о переговорах между Баку и Ереваном, Гаджиев отметил, что все еще есть обсуждаемые вопросы, подчеркнув в то же время, что они намного ближе к миру и больше не видят серьезных проблемных вопросов. С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале, предоставленном Григором Амирзаяном. Еще 1 декабря телеканал Western Armenia TV написал, что признанная в ряде стран террористической турецкой группировкой «Серые волки» смогла добиться, чтобы в Кёльне памятник жертвам геноцида, совершенного против армян, был демонтирован. Мы сообщали, что приказ о демонтаже памятника был подписан мэром Кёльна. Информацию на днях подтвердил член правления Центрального совета Армян Германии Самвел Лулукян. Самвел Лулукян отметил, что по решению мэрии памятник демонтируют до конца года. Конкретный день не указан, но решение есть. Что касается серых волков, их роль есть, но действуют не только они. Это долгая история, но в основном это делают не только серые волки. В этом заинтересованы и некоторые политические круги Германии. В основном это регулируется политическими властями Турции. У серых волков нет таких рычагов. Турецкое государство поддерживает здешние религиозные объединения и через них все это координируется, сообщил Лулукян в беседе с изданием Грапарак. Памятник был установлен инициативой под названием «Память о геноциде», в составе которой в основном немцы, есть также армяне. Однако в 2017 году они не получили от мере права на установку памятника. Проведены различные судебные процессы по дипломатическим каналам, пытались оказать сопротивление, но в конечном итоге было принято решение о демонтаже памятника. С 23 января по 12 апреля 2024 года в Восточной Армении пройдут учебные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве 1 и 2 категории. В сборах примут участие до 2838 граждан, из них 2579 родовых и младших офицеров, 98 старших офицеров, 161 резервистов офицерского корпуса со сводным составом, мотострелковые связные, разведывательные, инженерные, ракетно-артиллерийские войска. В ходе объявленных тренировочных сборов каждый гражданин привлекается на срок не более 25 календарных дней. В целях обеспечения учебно-тренировочных сборов с 23 января по 12 апреля 2024 года включительно будет привлечено до 10 единиц дорожно-строительной техники. Россия целенаправленно добивается разблокировки транспортных коммуникаций в Закавказе. В заключении мирного договора между Ереваном и Баку и урегулирование наиболее острых противоречий двух стран. Об этом, как передают агентства ТАСС, заявил начальный генштаба вооруженных сил России, первый замминистр обороны Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов. Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказе. В заключении мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулирование наиболее острых армян-азербайджанских противоречий, сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных Атташе. Говоря о деятельности российских миротворцев в Арцахе, отметил, в ходе ведения боевых действий российский миротворческий контингент обеспечил размещение более 10 тысяч гражданских лиц в местах своей дислокации, а в последующем безопасный выезд на территорию Восточной Армении практически всего населения. Авиационным транспортом миротворцы в больнице доставили почти 300 раненых. При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности мирной жизни и возвращения жителей в регион. Ожидаем, что Россия применит свою конституцию в отношении признания независимости Западной Армении, а также возвращения армян, переживших этническую чистку, которая произошла у нее на глазах в сентябре 2023 года в Арцахе. К концу марта 1918 года переговоры в Трабзоне зашли в тупик. Турки поначалу отвергли вопрос об армянской автономии в Западной Армении, но уже позже потребовали от закавказской делегации принять условия врез литовского мирного договора и немедленно передать Карс, Ардаган и Батум. Хотя переговоры еще продолжались, 30 марта турки предъявили ультиматум коменданту крепости Батум, угрожая 1 апреля начать штурм города. За несколько дней до событий глава делегации Чхен Келли получил телеграмму азыскавказского правительства Тифлиза, в которой она соглашалась уступить туркам Карскую губернию и часть Ардвина, но не Батум. В ответной телеграмме Чхен Келли настаивал на принятие Брест-Литовского соглашения. 28 марта Чхен Келли сообщил главе турецкой делегации Рауф Бею, что они принимают Брестское соглашение и дальнейшие переговоры будут продолжаться на этой основе. Более подробно о переговорах можно ознакомиться на нашем сайте WesternArmeniaTV. Министерство иностранных дел Восточной Армении подтверждает, специальный докладчик ООН по культурным правам направил Баку сообщение-запрос, в котором выразил обеспокоенность по поводу уничтожения и присвоения армянского исторического, культурного и религиозного наследия в Арцахе. В сообщении также говорится о нападениях на людей, памятники и символы, нарушениях международного гуманитарного права. Также затрагивается решение Международного суда ООН от 7 декабря 2021 года. Представлена информация о разрушении святынь, кладбищ, фальсификации и албанизации, антинаучных подходах, ложной повестке, в рамках которой распространяется нарратив так называемого западного Азербайджана, разжигание ненависти к армянам, нападение 19 сентября и этнические чистки, а также о ряде других проблем. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Анни Бадаян в ответ на запрос новостного сайта Ассор АЭМ. Примечательно, что специальные докладчики ООН неоднократно обращали к вопросу нарушения Баку прав народа Арцаха, в том числе культурных прав, в случае уничтожения и осквернения армянского наследия. К сожалению, даже вышеупомянутое решение Международного суда, имеющее обязательную юридическую силу, не остановило политику, проводимую в отношении армянского религиозного и культурного наследия. Да, это сочетается также с проявлениями разжигания ненависти, антинаучной фальсификации, информации о территории Восточной Армении и истории Арцаха, подчеркнула Бадалян. В то же время официальный Ереван считает важным документированием международным сообщества этих проявлений, поскольку это имеет первостепенное значение для предотвращения подобных преступлений и установления атмосферы диалога и прочного мира в регионе. Всеармянский союз Гардман Ширван Нахидживан выступил с заявлением в связи с вандализмом так называемых защитников культуры в Баку. В последнее время Азербайджан регулярно организует мероприятия, посвященные сохранению культурного наследия, панельные обсуждения. На днях состоялась конференция «Культурное наследие», в рамках которой был проведен ряд панельных дискуссий, посвященных проблеме сохранения материального и нематериального культурного наследия и современным вызовам. Казалось бы, сказанное не является проблематичным, однако становится проблематичным и даже смешным, когда рядом с сохранением культурного наследия мы видим образцы армянской культуры, которые на протяжении последних десятилетий последовательно и систематически уничтожались по прямому указанию азербайджанских властей. Могут ли власти Азербайджана, обеспокоенные сохранением культуры, ответить на простой вопрос? Где находятся тысячи хачкаров старой джуки? Морально ли строить тир на месте кладбища? Морально ли физически сохранять армянскую церковь в Баку, но использовать ее в качестве склада? Морально ли использовать церковь Сурк-Казан-Четсот-Шуши в соответствии с архитектурным удобством или строительство дороги через кладбище? Является ли это актом по сохранению культуры? Присвоение армянской архитектуры Баку и отказа от армянства в целом, который, если когда-то делался скрытно, то теперь это происходит открыто, не опасаясь наказания, что создает растущую угрозу продолжению данного явления? Это самые простые вопросы, ответ на которые не требует больших усилий. Это яркое проявление религиозной и этнической дискриминации, когда говорится о сохранении одной культуры, а на практике осуществляется локальное и полное уничтожение другой культуры. Получается, что разрушающая культуру власть говорит о сохранении культуры. Это вандализм со стороны так называемого хранителя культуры, который представляет собой беспрецедентную угрозу региональной стабильности и демократизации в современном мире, говорится в заявлении. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении Рубена Сосунцы. Рубена Сосунцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова